В Курской области украинские десантники затрофеили новейший танк россиян Т-90М. Украинские десантники в ходе операции в Курской области затрофеили новейший российский танк Т-90М «Прорыв». Россияне оставили его без боя. Об этом сообщает новость Украина, со ссылкой на телеграм-канал, 80-й отдельной десантно-штурмовой Галецкой бригады. Как рассказали десантники, танк стал их трофеем во время рейда в Курской области. При этом сами россияне в панике, покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности. Десантники 80-ки быстро оценили и освоили аналоговетную технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны будет уничтожать своих создателей на стороне Украины, подписано видео. Т-90М – это современный российский основной боевой танк, модернизированная версия серии Т-90, появившаяся в начале 1990-х годов. Т-90М стал преемником танка Т-90А. Основным оружием Т-90М является 125 мм лодкоствольная пушка 2А46М5, которая позволяет стрелять разными типами снарядов, включая управляемые ракеты, что значительно увеличивает точность стрельбы на больших расстояниях. Кроме того, танк оснащен автоматом зарядки, что ускоряет процесс подготовки пушки к стрельбе. Т-90М имеет комбинированную броню с использованием динамической защиты «Релект», которая эффективно противостоит кумулятивным боеприпасам и бронебойным подкалиберным снарядам. Этот комплекс защиты значительно улучшен по сравнению с предыдущими версиями танка. Операция ВСУ в Курской области. Украинские силы обороны проводят активную операцию на территории Курской области РФ, начавшуюся с начала августа 2024 года. С начала операции Украина взяла под свой контроль 82 населенных пункта, захватила в плен тысячи российских военных и уже уничтожила два моста через реку Сеем. Детальнее о том, может ли Курский прорыв заставить РФ ускорить обмен пленами в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале новости Украина в Телеграм.